хожу с вами мебели стендовая красивая мебель ножка 1 больше 2 от короче других конечно качалка за сто восемьдесят девять рублей продавец говорит это нормально идем дальше продаются такие вот поставки для обуви смотрим видимо торчит накладка тут везде торчит в этих сторон нету такую мебель они выставляют здесь стендовая пошел это какая мебель когда ты закажешь себе тебе правильно вот такого качества мебель белорусская нами мебель носки короче других вот еще одна тревога какая покупаю у них мебель у них это довольно-то ножка дальние дальше считаете вот это вот левой вот этого того дальше чем это и здесь везде провожу палец ну здесь можно люфт прикол слушает далеко хотят не на смотрите какой стул а какая будет осанка у вас тут уже лопнула делайте полу здесь так зажимали супер выровнять прямо лопнул лопнул сейчас камера возьмет наш фокус здесь короче здесь лопнула в ножку это мебель для для получать для кухни на которой постоянно сидим она лопнула тут затягивали так что вот лопнул да уж 50 рублей стоит что 2 они все тут так собраны короче люфт и везде лопнуты они мебель вот можно он слова хуй написать ребята покупайте к кожу это вами мебель демонстрирует какая у них и к кожу так отрезать что тем стульями че толком не пользовался никто получается все я только кожу слезана ты 20 раз ты сел на него и может выкидывать еще достучь MARSHYCO что то по крайней мере 119 рублей это не грязь это все злая к кожу это еще на нем никто не сидел получается это дырка что подсматривать это за дырка стол на стол продавцы должны выставлять хорошую мебель потому что человек смотрит глазами выбирает тебе когда он видит это только значок о чем значок не покупай меня беги отсюда беги отсюда глупец понимаешь вообще лопнет краса 10 они разъезжаются бегла клубе тут это звено это била тебе на голову сядет короче получается стол за 500 долларов понимаешь пусти 7 миллиметров зазор здесь он практически нет элитная мебель ужас просто обалдеть просто вот тут вообще тут вообще сантиметр позволить вообще там все посвящается это сытая кокоса вообще ножки общими как ущи все считается ну вот друзья вы все сами видели ами мебель это самое оконченном по в беларуси я не знаю контора она мне говорит я все понимаю данная экспозиция вот который стоит чтобы мебель которые люди садятся да она может грязно она может быть замызгана потому что это выставочный вариант это я все прекрасно понимаю к этому мне призерок нету но когда ты садись а стул стоит извини меня как космический корабль и там одна ножка больше 2 меньше она мне как это не ко мне так сборщику проблема так возьмите это стула будь добра и убери на кицу пиву не видел нет она этого не делает это к сборщику проблем причем тут сборщик если у тебя одна ножка больше запилил трое меньше как вы сами собирать же их будете я дома его соберу она развалится мне скажут я неправильно собрал у меня слетит гарантия настолько вообще ужасной мебели я не видел диваны скачут прыгают диваны нормально не ложатся у них все у них фанера это подпад не знаю висит ниже чем ножки это самый ужасный я не знаю мебельный магазин как вообще такое она должна была как нормальный продавец-консультант эта девушка я у нее спрашивал да про я подходил к девушке я просто не стал ее лицо снимать это она чем-то бухтеть бы начала да портила это нормально она как мебельчику и все на свете ну вы сами будете собирать я показал стульями на металлических ножках тоже стул стоит по 100 долларов до суточка и там уже там вы видели там такой вот зазор а мебельщик не мог дальше закрутить саморез металлический потому что начинает лопаться уже металл на почти трещина лопнул он не сжимается вы пять раз на него сядете вас платье отвалится это ножка я считаю что может быть все потерто где-то грязно где-то кто-то сел вымазал все это можно но когда у тебя настолько кончено и лопнутые уже стулья стоят и показывают именно их сразу же косяки да это просто ужас такое не должно быть такой продажа такие суммы это просто они понабирали там себе сборщиков мебели про там консультантов которым срать они хотели не берите может быть она как для меня как для покупателя так лучше муж такой безлаберный магазин безлаберные такие сотрудники потому что я посмотрел на это косяки я там ничего не куплюсь я там принципиально не куплю так что это самый ужасный мебельный магазин беларуси в частности я был борис и так что кто-то мысли продавцы смотрят консультанты вы молодцы открыли глазки это просто ну там все там я ходил в этот в отдел у них на втором этаже где элитная мебель я показывал на видео вы могли видеть стол который стоит почти там бля я не знаю 500 баксов этот стол да у него такой вот зазор между двумя площадками получается который стал книжка такой у меня сам советский дома стоит уже миллион миллион я не знаю людей на нем выросла миллион свадьба отыгралась я не знаю этот стол у него зазоров таких нету между между схождениями столешниц такими вот понимаете вот это а это что и такие деньги это элитная на всех элитных их а они неправильно сделаны стульчики на них неудобно сидеть стула стоит 300 долларов да там редко она неудобно сидишь как я не знаю как бы вот такой вот плен на румыну так вот все что якобы экокожей покрыта ты жопы просто слетаешь него просто садись и такой жопы скользишь как по по горке зимой до детской это горки это где они катаются там на клеенках слетаешь ни на чем неудобно нигде не геометрия не сделано специально по гостовская шутки спина поселась все удобно было как влитой села как влитой за такие деньги я уже хотел бы конечно пишу по новым седалище мое садилась как влитвое до туда а получается что мы в это просто и мой совет друзья какая бы мебель не была красивая на картинках потому что все мы смотрим в интернетах выбираем себе да нужно ехать салон и именно садиться и прыгать по той мебели которая вам нравится посидел полежал попрыгал по скрэмзил потом только берешь ни в коем случае не берите так нагласно она все красивая на картинке в итоге вы сами видели тут все друзья нет слов одни мысли ами мебели это блядь недоразумение пока пока